Здание C1, пробного варианта ЕГЭ по математике, 2011 года. Решите уравнение, которое записано следующим образом. Решение этого уравнения приводит нас к необходимости записать следующую систему уравнений. А именно, 6 косинус квадрате х минус косинус х минус 2 равняется 0. И следующее, это надо учесть, что знаменатель дроби не должен быть равен 0. И с учетом того, что у нас здесь корень, число, которое здесь должно получать, должно быть всегда положительным. А это в свою очередь приводит к следующему. То есть, условно то, что это не равняется 0, это всегда должна быть величина, поскольку у нас корень. Ну, она должна быть всегда, допустим, положительной или 0. То есть, получаем, что минус синус х должен быть больше 0. А это в свою очередь приводит к тому, к следующей системе уравнений. 6 косинус квадрате х минус косинус х минус 2 равняется 0. И синус х меньше 0. Решаем верхнее уравнение. Получаем, после замены косинус х на у. Получаем, естественно, эквивалентную форму запись верхнего уравнения. То есть, у квадрат, 6у квадрат, минус у минус 2 равняется 0. Отсюда, из этого уравнения, можем найти, соответственно, величину у. Вот. Еще раз запишем это уравнение. Ну, получаем, что решаем, как обычно, то есть дискриминант находим. Находим, что дискриминант равен единице плюс 4 на 2 на 6. Это, в свою очередь, равняется 49. Отсюда следует, что у равняется единице плюс минус 7, деленное на 12. А это сочетание равняется 8 двенадцатых в первом случае, или минус 6 двенадцатых. То есть, у 1 равняется 8 двенадцатых, или 4 третьих. Или, то есть, сокращаем, соответственно, здесь на 4, то есть, получается 2 третьих. Или у 2 равняется минус 1 вторая. Ну, то есть, 6 на 12. Отсюда следует, что, поскольку мы знаем, что косинус x это y, Отсюда следует, что x равняется в первом случае плюс минус арк косинус 2 третьих плюс 2 пн. И во втором случае плюс минус арк косинус минус 1 второй плюс 2 пн. И так же следует помнить, что синус x меньше нуля. И теперь нам от всего этого надо найти, соответственно, те значения x, которые удовлетворяют и, соответственно, этому уравнению, и неравенству. То есть, по крайней мере, мы таким способом можем найти как раз решение этого уравнения. Теперь смотрим, что получается. Чертим окружность и смотрим. Величину, определяем величину косинуса. Где она будет положена, где отрицательная. И получается, что величина арк косинуса будет, соответственно, положительной и отрицательной в разных частях. А именно, арк косинус 2 третьих будет... Получаем, что величина арк косинуса 2 третьих будет расположена вот в этой области. То есть, здесь будет минус арк косинус 2 третьих. А здесь будет арк косинус 2 третьих. Здесь, соответственно, будет арк косинус минус 1 второй. Или здесь будет, соответственно, минус арк косинус минус 1 второй. Это, соответственно, будет увеличение 2P на 3. Это будет, соответственно, минус 2P на 3. Так как у нас синус x отрицательный, синус x отрицательный, получаем, что будем использовать только ту область, где и синус x будет отрицательный. А это нижняя область окружности. Значит, получаем в результате, что x1 будет минус 2π на 3 плюс 2πn А x2, то есть два корня, которые у нас получаются Это будет, соответственно, минус арк косинус 2 третьих плюс 2πn Ну, в ответ также и запишем эти два корня Минус 2π на 3 плюс 2πn Минус арк косинус 2 третьих плюс 2πn